звездой ютюба вы не хотите быть звездой ютюба ради бога я никого не подставляю а так вот с при великим удовольствием отвечу на ваши любые вопросы а вы где и грузии вас приветствует убить ух ты точно я такой за это со сначала не увидел флаг это самое точно в грузии меня вот в этой вот именно в этот чат рулетки что оскорбляет меня многие отправляют в англию потому что они сначала видят красный крест а вот этих маленьких там в кроме должны быть не замечают а вы грузии где в велись или не добились и прикольно говорят город такой классный город прекрасный потому что он находится в каменной чаше были сейчас вот в данный момент это вот сейчас когда у всех крещенский морозы в библии седают температуры иной раз иногда опускается чуть ниже нуля но зато вокруг вот эти вот горы которые вокруг тбилис находится на них выпал снег мой красотич класс я понимаю вас я это все внешних дней вы так меня понимаете ну вот таксистом которым надо доехать туда когда уже выпал всех они просто не могут туда заехать особенно тем людям которые там находятся ну да согласен слушай а вот обстановочка такая ну вот и вот для русского человека поехать в тбилиси слушайте будет вы поймете в грузии есть хорошие пословица что человек остается человеком до тех пор пока он не докажет что он баран это то как барану заглядывают в паспорт чтобы понять что с ним дальше делать либо стричь и брезы ну да согласен прикольно ну то есть вот вся вот эта ерунда про то что там стоит по русскому появится запинают это все чуждо уши и тянут знаете как в старом анекдоте называется в грузии проживает 93 народности и национальности 92 из них евреи все вопрос закрыт я все поэтому ну если даже пойти вот по старому тбилиси именно самый центр который еще был назывался тогда тип из вы проходите вот от старых бани вот где проходит этот источник первые что увидите сначала мусульманскую мусульманскими наряд до мечеть она стоит потом следующий вы видите маленькую церковь грузинского патриархата потом дальше проходит буквально 200 метров большая огромную церковь армянского патриархата потом дальше проходите 400 метров и там стоит синагога ничего дальше 400 метров огромная церковь грузинского патриархата потом еще буквально 600 метров и упираетесь в ворота что называется вот это где живет человек который возглавляет всю грузинскую церковь как патриарх но я в религии не очень силен ну я понял что как бы и вот это вот все обнесено что называется забором вы проходите в одну сторону потом с другой стороны если обходите его там вдоль куры тоже проходит но там шикарный забор сделан каждый вот следующий вы смотрите то так крест и так выглядит и так понятно ну а американцев у вас много сушить и я их ними может как бы там по логике должна быть чуть ли не база до слушайте раньше было много когда сбились и вылетаешь только ваш поднимается самолет по левой стороне если у вас вам повезло и вы по левой стороне сидите во время во время взлета то увидите вот эти вот что называется серые самолётики сейчас их нет купаньки закончились после восьмого года и тогда вопрос и в какое-то направление сейчас двигается грузия я не знаю в какое оно направление движется я точно знаю что друзей и врагов мы выбираем сами а соседи данные бога поэтому я очень рад за текущей свою собственную правительству которая сказала то что мы не будем вводить никаких санкций против россии потому что это в первую очередь не выгодно нам как грузии я очень хочу чтобы в грузии было в первую очередь про грузинское правительство чтобы они решали сначала проблемы грузии не исходя из проблем грузии строили нормальные хорошие отношения со всеми соседей конечно да я вас поддерживаю и даже честно говоря за но вы сами понимаете к сожалению судьба ну скажем небольших стран это вечная какая-то зависимость от на знаю потому что еще в свое время говорил такой великий человек как бисмарк что все сильные государства себя ведут как бандиты а маленькие слабые всегда как проститутки ну да я не хочу чтоб мое государство было именно как проститутка я согласен с вами но вы сами понимаете проститутки тоже вот иногда говорится делаю делают ошибку выбирая клиента здесь вот самое главное не сделать ошибку когда ты дружишь с кем-то против кого ты это самая большая ошибка да и проверил да бросит и первый и потом втором это тоже будет будешь то нужен ну да еще так скажем с точки зрения логики проституток мне кажется проверенный клиент всегда надежнее чем какой-то новый многообещаю сушить ему там знаете это как мне больше другая налоги подходит потому что грузии это не корабль где весла и парус не приделаешь и сторону америки не уплывешь и грузии это тоже православное государство но у нее с одной стороны бывшие российской империи а с другой стороны бывшие эстманской империи искать с кем выгоднее дружить грузии я с вами согласен правда есть у нас такая претендент с паспортом у франции который тоже про нее огромное количество мемов когда она нормально не может говорить на грузинском языке она имеет пронанс то есть как бы говорить французским акцентом ну и флакем в руки скажите а вот такая вещь ну не вещи а скажем такой вопрос а как теперь в грузии относится к сталину слушать так же как всегда ну всегда раньше все гордились сталином слушайте могут эти отказаться от тбилиси город горе там как был музей сталина так остается а то есть ничего не нормально все нету это декоммунизации да это вот как улице сталина были они так и остаются до сих пор в грузии не серьезно конечно серьезно слушайте приезжайте проверьте я кстати хотел бы в грузии побывать примужья и грузии это одна из самых благословенных стран в мире потому что только в грузии на таком коротком расстоянии можно в любое время года попасть любое время года прикольно у меня кстати друг к с которым я тоже начинал иммиграцию в америке вот он изначально уехал он долго долго цеплялся за гавайи лет 20 вот потом все таки не выдержал и уехал оттуда потом долго долго цеплялся за флориду и в конце концов хлобысь я узнаю что он уехал в грузию вот это меня очень так как бы тоже насторожило и это действительно благословенная страна потому что сколько через грузию проходили рядом бывшие что называется царь град был сколько вот этих шелковых путей проходила здесь вот этих любителей сейчас которые бегают со всякими металлоискателями они такие вещи находят можно ходить они где угодно найдешь все что хочешь прикольно а поток туристический вот раньше бы уже огромный был поток туристический в грузию данную с россией а сейчас вот как сейчас это хорошо сейчас восстановили снова это туристическую пытаются до восстанавливать и мы самое главное это чем там какой-то пятнадцатый год был когда уже грузии появилось такое понятие как туристы выходного дня это когда с москвы это лоукостер и летали за 5000 рублей человек из питера из москвы мог приобретели за 5000 улетели обратно слушай у них такси так стоит ну да ну почти да вот и они привитали тоже привитали в пятницу вечером приходил себя субботу гулял батумы в берите на все что мог там воскресенье огонялся а потом вечером улетела браку улетала обратно так что потом понедельник приходить на работу а что сейчас а сейчас посмотрим слушать это не так давно открыли только два месяца назад прямые перелеты появились а все-таки открыли да не серьезно сейчас прямые перелеты из россии в грузию есть этой не только аджарские олени ими летают туда как это он груз кей рейд айл райнс red airline я муки ну мне проще сказать красные линии летают красные линии все правильно отлично ну понял хорошо буду иметь ввиду честно говоря буду даже это отслеживать и следить и как если вдруг что-то то даже постараюсь к лицу вас побывать а какое самое лучшее время уже не бывает самое лучшее время самое лучшее время это когда вы приехали мне просто добавить нечего потому что вы поймете что в грузии есть такая вот оговорка что гость это посланник бога если вы приезжайте как гость и если вы не выкатились колобком значит вас плохо приняли потому что гость должен быть всегда сытый чуть-чуть чуть-чуть немножко пьяну я вас понял ночи заманили прямо прямо очень заманили спасибо вам огромное я все понял по возможности нарисуюсь на души спасибо поймите самое главное чтобы на желание будет желание тогда появится и деньги и возможности а все остальное это хороший отговор я понял я вас закрою на все это самое как вы и пообещал но тем не менее вас выложу просто потому что ну вы настолько интересно рассказали о грузии что я думаю у многих поменяется какой-то стереотип потому что к сожалению люди многие вот верят телевизору а это не совсем правда пускай люди верят чему угодно но в грузии есть хорошие пословицы о том что человек остается человеком до тех пор пока он не докажет что он баран вы это уже говорили я не это только к барану заглядывают в паспорт чтобы понять что с ним дальше делать либо стричь либо резать спасибо какой интересный человек вы знаете ну я хочу сказать пока вот этого дурдома не было да там всякого в украине и вообще там всяких спины нового операции так дальше блин вот в той же америке вот когда если вдруг на нарываешься на грузинах блин такие интересные люди как-то всегда душевно особенно если вдруг говорится пара грузин какой-то компании тем более большую компания я помню свое время там так скажем и занимался тем что организовал всякие тусовки всегда было очень интересно всегда была практически как-то вот душевность такая от них исходила вот мало того грузия всегда конечно меня лично меня интересовало тем что все-таки это там товарищ сталин все такое и если тем более что там никто мракобесием не занимается то наверное 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 надо мне ее посетить просто ради того чтобы как-то интересно даже вот и действительно я не набрал мою допустим хору ну такой хороший друг с которым в общем-то я начинал когда-то в америке в на данный момент у тоже в грузии и прямо вот не нарадуется ну что могу сказать давайте отслеживать как будет развиваться отношения и дай бог как говорится снова откроется граница и мы будем только от этого получать как говорится но определенную ну скажем ну если не выгоду так наверное как-то грубо сказать но определенное может быть ну дружеское развитие и так дальше и так дальше ладно всем понимание всем спасибо за внимание пожалуйста поставьте лайки и комментарии я буду рад если вы все-таки оставите лайк и напишите комментарий ну и всего всем самого хорошего спасибо за поддержку канала кто поддерживает меня бабай